Всем привет! Вы на канале магазина XCOMSHOP и с вами Ольга. Сегодня мы будем обозревать с геймерские кресла ВАРП. Не переключайтесь! В продукции компании ВАРП, на мой взгляд, оптимально сочетаются цена и эргономика. ВАРП это бренд компании Гравитонос, российско-американского производителя эргономичной мебели. Имея собственное конструкторское бюро и производство полного цикла, компания постоянно улучшает качество изделий. Этому способствует научный подход к разработкам, постоянные эксперименты и, конечно, открытость к критике и предложениям со стороны пользователей. Такой подход компании ВАРП как минимум вселяет уважение. Итак, у нас на обзоре две модели SG и XN Max. Сборка одного кресла занимает не более получаса, даже если вы не дипломированный сборщик, как я. Детали кресел хорошо подогнаны друг к другу, поэтому никаких трудностей с их стыковкой у вас возникнуть не должно. В комплекте имеется замечательная простая инструкция, в ней все лаконично и понятно. Оба кресла среднего ценового сегмента. SG подешевле, выдерживает вес до 90 кг, у него откидывается спинка, почти горизонтальное положение, как кровать. Кресло XN Max подороже, оно уже выдержит 120 кг, у него меньше угол наклона, но все равно довольно большой. Подлокотники имеют 4 степени свободы и самое заметное отличие, это наличие подсветки. Но обо всем по порядку, начнем как обычно с внешности. Оба кресла очень удобные, сидеть мягко, спина не устает и не затекает, а это значит конструкция хорошо продумана. Для комфорта тут есть все. Выраженная боковая поддержка, а также поддержка для шеи и поясницы в виде подушек. Положение регулируется ремнями, так что можно без труда настроить их под себя. Накопитель подушек, холофайбер и ППУ, то есть они повышенной мягкости. Остальные элементы кресла набиты ППУ высокой плотности. В XN Max помимо внешней поддержки для поясницы присутствует и встроенная с меньшим объемом. Ее положение регулируется на торце спинки. Внешний вид, как видите, немного отличается. Дизайн у каждого просто отличный. Материалы достойные. Обивка из эко-кожи с перфорацией, за счет чего обеспечивается оптимальная вентиляция поверхности. Все как в автомобильных креслах. Строчка выполнена качественно и ровно. Она белая в контраст к основным материалам. В кресле SG присутствуют вставки из замши, а боковая поддержка выполнена из материала, имитирующего карбон. У нас вариант вставок черного цвета, но также доступно еще 5 цветов, которые вы можете выбрать при покупке. Примечательно то, что цена при этом не изменится. В XN Max таких вставок нет, но зато здесь по всей поверхности прострочены дополнительные линии, создающие эффектный рисунок. Кроме того, присутствует адресная RGB-подсветка, яркость, цвет и анимация которой регулируются при помощи пультика, идущего в комплекте. Подсветка выглядит круто. Анимация очень разнообразная. Режимов много, и все они красивые. Полосочки, шарики, какие-то червячки, переливы, моргания и так далее. Каждый найдет для себя что-то интересное. Анимация плавная, завораживающая, иногда даже залипательная, особенно в темноте. Питание подсветки осуществляется по USB. Кабель выведен наружу. Мы подключили полузаряженный пауэрбанк где-то на полторы тысячи миллиампер. Он спокойно протянул 8 часов и только потом разрядился. На торце сидушки есть карман, куда можно спрятать кабель, пульт и даже небольшой пауэрбанк. Пройдемся по эргономике. Она тут очень достойная. Подлокотники. В версии SG установлены 2D подлокотники шириной 8 см. Мягкие и приятные. Внутри эластичный полиуретан. Регулируется по высоте и по поворотам, то есть можно быть очень активным и подвижным во время игры. Высота от 17 до 25 см. У XN Max подлокотники тоже мягкие и тоже полиуретановые, но другой формы. Ширина 10 см. Они тут уже 4D. Регулируется по всех направлениях. Влево-вправо, вперед-назад, по горизонтали и по высоте. Фиксация четкая в любом положении, при этом они не хрустят. Высота подлокотников от 11 до 18 см. Размеры посадочных мест и спинок у кресел отличаются. Их вы можете видеть на экране. Кресла рассчитаны под разный рост и вес. SG подойдет для людей с ростом от 150 до 176 см. И напомню, весом до 90 кг. XN Max для людей с ростом от 145 до 180 см. И весом до 120 кг. Я со своим ростом 1,6 м с кепкой легко помещаюсь в каждом из этих кресел. Ну и вешу я, конечно же, меньше 90 кг. Хочется отметить, что даже в базовом положении устроиться в каждом кресле можно с комфортом. Нет ощущения, что мне здесь тесно. Ноги помещаются, как и пятая точка. Благодаря набивке сидеть не жестко. Под коленками снизу ничего не давит. Ну и самое главное, это наличие в обоих креслах бесшумного блокируемого механизма с функцией качания. Есть возможность блокировки в промежуточном положении. Диапазон угла наклона спинки. У SG до 17 градусов. У XN Max до 20 градусов. Подъемный механизм газлифт третьего класса. Высота от 45 до 55 см. Амортизатор усиленный, так что действительно выдержит заявленный максимальный вес. Еще одна интересная часть – это база. Представляет из себя так называемое пятилучье. Усиленное полиамидное основание. Здесь установлены абсолютно беззвучные ролики с очень плавным ходом, которые мягко отрабатывают на любой поверхности. Еще одна прикольная штучка – это наличие массажных вставок в лучах. Вот собственно и все. На этом наш обзор заканчивается. В завершение скажу, что перед нами отличные функциональные геймерские кресла за довольно небольшую стоимость. Подойдут как для личного использования, так и для офиса и киберспортивного клуба. Стильно, красиво, удобно. А что еще нужно? Понравился наш обзор? Тогда подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Спасибо, что смотрели. Всем пока!